Итак, вторые трехдневные выборы в российской истории. Дело уже привычное, но ничего, дай бог с двадцать четвертого года перейдем на шестидневку, а там и больше. Представьте себе. 2036 год. Владимиру Путину 84. Он на полной самоизоляции уже 7 лет, но по-прежнему в отличной форме. Голосует исключительно электронно. Денег перед выборами больше на руки не дают. Зато версии гибели митрополита Филиппа не от рук Налюта Скуратова уже 23. Из них 8 подтверждаются документами. Аватар Владимира Путина призывает граждан прийти на выборы теперь в начале каждого выпуска новостей, потому что выборы теперь проходят круглый год. Ну, кроме субботы и воскресенья. Впрочем, приходить на участки не обязательно. Все россияне по умолчанию записаны на электронное голосование. Это очень удобно. У вас есть выбор. Вы можете или сами проголосовать за Единую Россию, которая идет на выборы под лозунгом «Защитим наше великое прошлое», или за вас это сделает система по итогам анализа вашего профиля на госуслугах. Разработчики гарантируют, манипуляции с электронным голосованием невозможны. И если вы против Единой России, то система так за вас и проголосует. Но последний такой случай зафиксирован в далеком 2033 году. И тоже по понятной причине. За год до этого, ну в 32-м, в Конституцию были внесены две поправки. Первая автоматически продлила президентские полномочия Путина до тех пор, пока у него не появится достойный преемник или конкурент. Как сказал аватар Путина, как только увижу, что страна в надежных руках, но окончательный выбор всегда только за российским народом. А вторая поправка звучит так. Предательство интересов государства преследуется по закону. В Уголовном кодексе сразу появилась статья, карающая голосование против действующей властью пятью годами тюрьмы. Депутаты предлагали давать 10 лет, но аватар Путина лично внес смягчающую поправку. У нас не 37-й год, говорило его изображение с трибуны Государственной Думы. Что, кстати, было чистой правдой. 37-й год будет через год. Привет вам из 2036 года. Ну хорошо, да, я согласен, признаю, это плохо. На фестивале фантастического стендапа меня бы зашикли за отсутствие воображения. Какой к черту 36-й год? Это же все сегодняшний день. Чем сегодняшний портрет Путина в телевизоре отличается от его аватара в 36-м году? Ну как, чем моложе на целых 15 лет? Как можно уйти на самоизоляцию из самоизоляции, в которую Путин ушел уже почти полтора года назад? Решение Владимира Путина уйти на самоизоляцию никак не сказалось на сегодняшнем совещании с правительством и представителями Единой России. Оно и так было запланировано в формате видеоконференции. Ну конечно, никак не сказалось. Вот если бы он вышел из самоизоляции, тогда другое дело. Но с этим придется подождать примерно до 2036 года. То ли Путин не хотел лететь на саммит ШОС в Душанбе, то ли, что более вероятно, не хочет с кем-то встречаться. В общем, загадка. Особенно после рассказа о десятках заболевших в его окружении. Рассказа, который для простоты можно считать еще одной версией гибели митрополита Филиппа. Так или иначе, трехдневное голосование с условным заголовком «Вы же не против, чтобы Путин и дальше правил России так, как считает нужным?» Это голосование начинается как силовая спецоперация, и это не случайность. В четверг следственный комитет, в четверг накануне выборов, следственный комитет завел уголовное дело о запланированных массовых беспорядках. Об этом не просто пишут в агентствах, об этом говорят на центральных каналах. Были задержаны несколько человек. Среди них активист Дмитрий Чабанов. Он на днях хотел повесить напротив Лубянки протестный баннер. И 20-летняя Мария Платонова, студентка высшей школы экономики. Летом она помогала с дизайном штабу независимой кандидатки-одномандатницы Анастасии Брюхановой. Раньше людей демонстративно хватали и калечили перед митингами, но чтобы другим была наука. Теперь арестовывают перед выборами, посылают тот же самый сигнал. Страна переведена в режим чрезвычайного положения. Любое несогласованное движение – это по умолчанию попытка переворота. Соратница Навального, глава признанного иноагентом альянса врачей Анастасия Васильева, пишет, что ее разочаровала команда Навального. Пишет в стиле, ну, каким обычно пишут боты под управлением Центра Э. И это тоже накануне выборов. Прямо накануне. И единственная, кроме сочувствия к ней, эмоция, которая вызывает такая новость – это, конечно, страх. А что, если методы из застенков белорусского КГБ уже экспортированы в Россию? Ничто не должно мешать людям голосовать так, как от них этого ожидает Владимир Путин. Центральные телеканалы пугают население вредителями-наблюдателями. Они вас считают. Ну и, конечно, как без нашего героя, нашего хедлайнера, нашего любимого депутата, председателя комиссии по разоблачению всех коварных замыслов американских империалистов Василия Пискарева? Тут дело такой чрезвычайной важности, что в эфире даже звучит фамилия, которую нельзя произносить вслух, а то Россия рухнет в тартарары. Очередной штурм на нашу избирательную кампанию. Обеспечили доступ к приложению Навальной, которое специально было разработано для проведения незаконной в России агитации за кандидатов, которые выбрали не наши граждане-избиратели, а фактически владельцы приложения. Речь все о том же. Кремль продолжает свою бескомпромиссную, беспощадную борьбу с приложением, через которое команда Навального рассылает списки для умного голосования. Уже Роскомнадзор блокирует Google Docs, уже дедосит Telegram-боты сайт. Дума и Совет Федерации обещают принять против Apple и Google новые законы, по которым их будут преследовать уже в уголовном порядке. Я предупреждал Тима Гука, эти шутки с московскими прокурорами для него добром не кончатся. От депутата Пискарева тоже не спрячешься. Как он говорит, Google продолжает ту же политику, которая ранее вызвала возмущение не только у депутатов, но и в обществе в целом. С одной стороны, депутат Пискарев тысячу раз прав, когда разделяет депутатов и общество. С другой стороны, а откуда он знает, что про это думает общество? Может быть, ему сказали об этом по телевизору? Зрительская масса ничего такого не заявляла, как писал классик. Перед нами случай так называемого вранья. Кремль уже которую неделю изо всех сил продвигает рекомендации Навального. Ну, логично. Люди смотрят новости, там Путин зовет их на выборы, они такие, он голосовать-то за кого? Где искать? Кто подскажет? Ну как где? Ну как кто? Для удаления вот этого контента, которое называется под именем Навальный известно, хотя Навальный понятно, где сейчас находится. Приложение Навальный так и называется. За тему Кука не скажу, но лично я, честно говоря, так и не понял, почему из-за рекомендаций Навального в стране чрезвычайное положение из одной Apple с Google теперь достанется, а список рекомендаций московского мэра Сергея Собянина на этих выборах, например, в рамках закона. Но шутки кончились утром в пятницу. Хорошо смеется тот, кто смеется последний. И Google, и Apple синхронно удалили приложение Навальный из своих российских магазинов. Apple в письме Ивану Жданову ссылается на решение Генеральной прокуратуры закрыть доступ к ресурсам признанных экстремистскими и запрещенных в России фонды борьбы с коррупцией и штабов Навального, а также на само судебное решение по этому поводу. Хотя приложение Навальный не имеет никакого формального отношения к этим организациям, да и сам Навальный не экстремист. Ну, казалось бы, можно как минимум поспорить с сенаторами и депутатами о легальной стороне дела. Туманные ссылки на Пентагон, эти все есть основания полагать, но это же не разговор. Но не тут-то было. Только что журнал «Тайм» включил Навального в список самых влиятельных людей мира. Он самый известный сегодня в мире политический заключенный. И тем не менее, Google и Apple, две крупнейшие тех компаний мира, скорее соглашаются на большой мировой скандал, чем ссорятся с российской властью. Это серьезная победа Кремля. Нью-Йорк Таймс пишет, как она была достигнута. Google убрал приложение из магазина в пятницу утром после того, как российские власти пригрозили уголовным преследованием сотрудникам компании в России, назвав конкретные фамилии, как говорит источник, осведомленный о том, как принималось это решение. Так почему Собянину можно рекламировать своих кандидатов, а Навальному его соратникам нельзя? Потому что Собянин с трудом победил Навального на выборах мэра Москвы 8 лет назад? На самом деле, да. Именно поэтому, именно потому что с трудом. Война на уничтожение с умным голосованием, хоть и производят со стороны впечатление неистового безумия, происходит по одной единственной причине. Она подтверждает, Навальный, как символ протеста, как символ неконтролируемой Кремлем политической воли, как символ, если угодно, гражданского общества, которое то самое общество, которое существует отдельно от депутатов, Навальный является главным конкурентом Владимира Путина. Не столько даже конкретно на этих выборах, сколько на всю ближайшую историческую перспективу. Не только и не столько конкретно сейчас в виде списков для умного голосования, сколько как неподвластной цензуре и пропаганде феномен общественной самоорганизации. Навального посадили, его политический штаб разгромлен, его соратники выдавлены из страны, его сторонники лишены не только кандидатов на выборы, но и в принципе избирательных прав. Но он по-прежнему способен повлиять на итоги голосования, а это значит, что по-прежнему жизнеспособен воплощенный в его имени и фамилии общественный интерес. Вот что говорит политолог Кирилл Рогов. Нужно криминализовать технологию сетевой координации людей. Ее нужно как-то криминализовать, объявить ее незаконной, вредоносной, сделанной Пентагоном. Вот это вот все. И на самом деле борьба идет вот за это, за ту инфраструктуру гражданского общества, политического активизма и независимых СМИ, которая была создана за последние 5-8 лет, которую теперь пытаются они подавить и уничтожить, потому что ее сила стала все больше и больше проявляться, в чем и был феномен Навального. Выборы в парламент никогда не определяли напрямую государственную политику. Начиная с 93-го года, с тех пор, как Ельцин покончил с двоевластием стрельбой по Белому дому, и Россия стала президентской республики. Но эти выборы всегда что-то дозначили. В 90-х выборы в Думу это были свободные выборы, что в 93-м, когда победил Жириновский, что в 95-м, когда победил Зюганов. Они эти выборы так или иначе отражали общественный интерес. В 99-м на выборах в Думу определился преемник Ельцина, и это были самые конкурентные, самые острые парламентские выборы. Выборы 2003-го прошли на фоне ареста Ходорковского и стали последней точкой в переходе к новой России, к России Путина, к такой России, где результаты выборов предопределены заранее и потому значения не имеют. В 2007-м году Единую Россию Путин единственный раз вел на выборы лично, ведь он уходил тогда из президентов, и выборы должны были подтвердить его положение Короля Солнца, отца нации. 64% тогда получила Единая Россия, тогда же начались, кстати, действительно массовые фальсификации. Ну, как в анекдоте, тут ему и поперло. На следующей неделе рокировки, знаменитой рокировки Путина и Медведева исполнится ровно 10 лет. Выборы декабря 2011-го на фоне возвращения Путина в Кремль превратились в его первый полноценный политический кризис. Ну, кто мог ожидать, что Единую Россию ждет провал, что в одной только Москве ей пририсуют миллион голосов, и что после этого 100 тысяч человек выйдут на улицу в знак протеста? Кто здесь власть? Кто здесь власть? Мы и есть власть. Да-да, это тогда лидером оппозиции в России стал Навальный, и это тогда впервые сработало умное голосование, призыв Навального голосовать за любую партию, кроме партии жуликов и воров. Не то чтобы Навальный предопределил тогда поражение Единой России, но он угадал тренд и выиграл. И это с тех пор выборы очередной рубеж, еще одна взятая высота, дверь в будущее, в котором сравнение с 37-м годом из шутки превратится в унылый штамп. Это с тех пор у депутатов действительно есть работа. Не дать заглохнуть бешеному принтеру, который печатает штрафы, сроки, запреты, статьи Уголовного кодекса, а с недавних пор и поправки к Конституции. Выборы 2016 фиксирует крымский консенсус. Да, затянем пояса, зато мы крутая держава. Протест подавлены морально. Путин перевернул доску, забрал Крым, поднял рейтинг. Он царь, которому нет и не будет альтернативы. И вот мы на нынешней остановке приехали. Выборы 2021 года. Это прямое продолжение голосования за поправки к Конституции. Никакого больше крымского консенсуса, зато есть эпидемия, безработица, повышенный пенсионный возраст, безнадежное положение в экономике и пожизненное правление Владимира Путина. Вечность, на фоне которой уже можно все, а отравление Навального новичком становится одновременно и первой поворотной точкой этой новой реальности. Ну что такое покушение на политического противника на фоне вечности? И началом нового, второго, если угодно, кризиса Владимира Путина. С тех пор у него одна задача. Остановить время, зафиксировать статус-кво любой ценой. Вот что пишет политолог Татьяна Становая. Эти выборы, как и прошлогодний референдум, нужны Путину для того, чтобы подтвердить дееспособность режима, в том числе для элит, у которых не должно быть соблазнов рыскать глазами в поисках преемников. Выборы для Путина — это неприятная, но необходимая политическая диспансеризация, доказательство эффективности, работоспособности и безальтернативности существующей конструкции. В итоге мы имеем президента, который не хочет ничего менять и верит, что счастливое будущее уже наступило. И заметную часть элиты, ощущающую все больше дискомфорт от проблемного статус-кво. Выборы из пульверизатора. Политическая диспансеризация как промышленная стерилизация общественного пространства. Выборы 20-21 — это первые выборы, на которых открытая критика режима в целом и Владимира Путина лично уже официально, законодательным образом приравнена к экстремизму. Управляющий умным голосованием Пентагон. Или телеканал «Дождь» — рощерком пера, назначенный иностранным агентом. Или даже рассуждение МИДа о том, как Навального отравили новичком в Германии уже после того, как российские врачи спасли ему жизнь после того, как его отравили. И так далее. Это все наборы слов. Абракадабра. Заклинания бастинды, вызывающие летучих обезьян. Язык, на котором мир — это война, свобода — это рабство, а незнание — это сила. Вот, например, Европарламент считает, что Европа не должна признавать российские выборы, от которых отрезана заранее, заведомо, значительная часть российского общества. Как же так? Негодует спикер Думы Вячеслав. Нет Путина, нет России Володин. Как они смеют еще до выборов заявлять, что они нечестны? Ну, или европейские наблюдатели. Сначала МИД режет квоту до 60 человек вместо 500. В БСЕ говорят, ну мы тогда не поедем вовсе. Так, ну это вмешательство в дела России, отвечает им глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Вмешательство как невмешательство. Невмешательство как вмешательство. Мысли преступления как экстремизм. Уничтожение интернета под видом его защиты. Когда уже голосование на выборах будет признано скрытой формой массовых беспорядков. Скоро. 15 сентября на встрече кандидатов депутата Государственной Думы Гребенника Андрея Вадимовича с местными жителями был задержан за организацию этой встречи начальник его предвыборного штаба Александр Лысков. Ему вменено в вину то, что он привлекал внимание граждан к вопросам проведения 19 сентября 2021 года выборов в Государственную Думу. Результат 5 суток ареста. Сегодня Кремль криминализует умное голосование. По сути своей это просто агитация за легальных кандидатов, указанных в бюллетенях. Завтра будут наказывать за самоучастие в голосовании, за отказ от голосования, за голосование с дурным умыслом. В общем, за все, что идет вразвес с установками из Кремля, за так или иначе проявленное желание изменить этот самый зафиксированный Владимиром Путиным статус-кво. 20-летней студентке Марии Платоновой и активисту Чабанову первым жертвам не столько даже выборов, на выборах-то уже пострадало очень много людей, сколько самой этой процедуры трехдневного голосования, предъявлены обвинения по статье «Склонение к массовым беспорядкам». Ну, это когда самих беспорядков нет и не предвидится, но человека все равно можно посадить. Платонова под домашним арестом, Чабанов уже в СИЗО, и это, разумеется, не конец. Дальше больше. Статья Уголовного кодекса «Склонение к голосованию», статья «Склонение к уклонению от голосования», статья «Склонение к уклонению от желания вместе с Путиным видеть Россию суверенной и благополучной страной» все только начинается. И, может быть, главный результат этих еще не состоявшихся, но уже случившихся выборов осени 21-го года заключается в том, что все эти законы или любые другие, расчищающие Владимиру Путину дорогу к 24-му году, будут приняты уже завтра.